всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл nokia 3.1 plus не путайте с обычной nokia 3.1 это именно версия плюс основные ее преимущества перед другими телефонами в данном ценовом сегменте его загнул то официально да короче по простому говоря здесь есть модуль nfc и есть слот тройной то есть две сим-карты и карты памяти достаточно большой 6-дюймовый экран но правда 1440 на 720 это 268 пикселей на дюйм меньше психологического порога 300 и мелкий шрифт если где-то в интернете что-то такое маленькое то конечно пиксель раздеть можно но опять же ценник не самый высокий посмотрите обзор до конца и поймете нужно его покупать или нет или посмотреть опять же может быть доплатить несколько тысяч на руки если другие телефоны с модулем nfc поэтому посмотрите сложить свое собственное мнение приятного просмотра сначала как обычно поговорим о внешнем виде тут никаких особенностей нет кроме того что телефон вначале когда берешь его руки думаешь а металл ли это потом думаешь да все-таки это наверное металл и действительно это металл но выглядит он как пластик как ни странно мои слова звучат по ощущениям нечто среднее между таким шершавым пластиком и металл такое чувство что он просто покрашен сверху и снизу у нас ставки для приема сетей и вот тут немножко можно эту nokia хочу сказать финскую по старой памяти китайскую финскую по критиковать буду хорошее плохое говорить как есть тут не нравится определенно вот эти вот стыки вроде мелочь такая но они мне кажется немножко неровными возможно это некий обман вот провожу пальцы на все равно стыке отчетливо чувства не должно так быть должно быть чуть лучше другой стороны придираться желание никакого к телефону зря нет в остальном качество сборки хорошая ровненько аккуратненько и вот кроме этого я ничего плохого про него сказать не могу но опять же здесь вот тоже я вижу прям вот совсем не должно так быть даже недорогих телефонах кроме этого в остальном претензий никаких нет сверху у нас камера фронтальная и основные камеры два модуля на задней спинке посередине металлическая окантовка под ними сканер разумеется от перчатка пальцев динамик здесь один динамик на боку кнопки включения кнопки громкости с правой стороны устройства все логично и вот тройной слот две сим-карты и карта памяти поставить можно это на левой стороне устройства больше по внешнему виду ничего особенного не скажу единственно отмечу телефон достаточно тяжелый 180 грамм но это объясняется и достаточно большой батареи они чуть позже и большим экраном 6 дюймовом поговорим об экране самом ну для своей ценовой категории экран нормальный единственное мне кажется он немножечко в синево отдает но к сожалению настройки цветовой температуры здесь нет потому что здесь проект android one как написано опять же на коробке android one это чистый android для народа как я его называю суть в том что это чистая оболочка не оттяжеленной никакими сторонними программами есть google сервисы и в принципе все правда здесь еще поставили fm радиоприемник что редкость обычно его вообще нигде не ставят модуль nfc и но это не то что с android one связано самое главное суть что по идее несколько лет два-три года как я надеюсь телефон будет обновляться и по идее должен работать очень плавно но со словом плавно я погорячился потому что основное то что в телефоне мне не нравится это его некая задумчивость прощать ли ее или нет каждый решит для себя сам на фоне его других достоинств а забегая вперед да хотя почему забегая пора и о камерах сейчас поговорить камеры здесь ребят офигенные но с дисплеем я закончу я уже несколько раз высказался скажу что эта матрица и ps 18 на 9 меньше 300 пикселей на дюйм но придираться не будем в целом картинка зачетная яркости хватает но не хватает настройки цветовой температуры ребята по камерам тут удивил телефон действительно удивил не знаю как они это сделали но телефон один из лучших камера фонов в своей ценовой категории основные камеры 13 плюс 5 мегапикселей фронтальная камера на 8 мегапикселей и снимки прям реально зачетные вы видите их на экране с основной камеры с фронталочкой все очень хорошо и даже в вечернее время в ночное время телефон хорошо справляется я ожидал почему-то намного худшего результата но все очень нравится вы можете конечно со мной не согласиться можете посмотреть оригиналы пруфы так называемые ссылка будет под этим видео но по камерам очень все понравилось молодцы ничего не скажешь что касается качество видео вот тут телефон хромает если качество фото хорошее то качество видео не очень опять же вы можете посмотреть оригинал что касается процессора и видео процессора тут у нас helio p22 это процессор от mediatek но детские болезни всякие которые были года четыре назад уже давно решены одна из детских болезней например был плохой прием gps сейчас это уже исправлено и gps и глонас разумеется модуль здесь также есть ловит также как и устройство на снэпдрэгоне по антуту набирает скромные по нынешним меркам в районе 70 тысяч очков что немного видеопроцессов power wear 32 всего гигабайта встроенной и 3 оперативной памяти не густо по нынешним меркам но асфальт вот типа игры типа асфальта нормально идут такие игры тяжелые как word of tank или pub mobile конечно ближе к минимальным будьте готовьте ставить будьте готовы ставить но я думаю никто не купит такой телефон ради игр ради производительности а вот задумчивость в открытии приложения отмечу телефон не такой быстрый как хотелось бы нажимаешь на сообщение секунда-полторы нажимаешь на что-то еще секунда-полторы нажимаешь на что-то и ждешь но прощать или нет решайте сами емкость батареи у данного смартфона 3500 миллиампер час не так и мало но и не так и много конечно бывает совершенно спокойно там 4000 тот же сяоми делает но мне показалось живет хорошо день точно должен прожить по воспроизведению видео я просто честно скажу в этот раз я просто не успел покрутить но должно быть 10 ps матрица в районе 6 7 часов по идее а так вот вывод по телефону получился на удивление хороший камерафон основное его достоинство этого телефона для многих конечно несмотря на металлическую даже крышку здесь модуль nfc будет приятным дополнением к телефону многие любят расплачиваться телефоном камеры nfc в целом неплохой экран пусть своими недостатками которые я озвучил в неплохой батареи как таковых слабых мест кроме вот некой задумчивости в интерфейсе и может быть стыки вот я зря придираюсь но все-таки назвать наверное не могу в остальном все очень даже неплохо телефон я взял для теста в интернет-магазине q.ru если будете его или любой другой телефон из ассортимента покупателя будет скидка универсальная в 500 рублей по кодовому слову арт стайл вся информация под видео там же под видео лежат примеры фотографии с этого телефона и примеры видеозаписи на этом я не прощаюсь а как всегда говорю до свидания будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо